всем привет начинаем прямой эфир который был анонсирован с владимиром волошиным передача называется таймер из он мы сейчас пригласим владимира в этот эфир для того чтобы побеседовать так происходит подключение владимира привет привет дорогой слушай ну вот действительно при подготовке с владимиром обсуждали как раз он говорил о том что две недели назад еще не было даже представления того что мы будем так общаться да ну да видишься мир меняется мир уже не будет прежним да 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 ну и дабы скажем так не не оттягивать этот момент расскажу на самом деле что сегодня сейчас будет происходить мы на нашем канале таймермен таймермен channel решили организовать так называемую передачу которая называется таймер из он это слоган который дословно переводится там твой таймер включен или время ваше время пошло и выбрали время 26 минут и 17 секунд у меня первый вопрос который не относится к подсчету вопросов волос как ты думаешь что такое 26 минут и 17 секунд ну я первое что подумал что это 26 миль и это марафон но 18 секунд здесь как-то не входит в эту историю второй вариант я подумал если бы было связано с велоспортом я бы наверное объединил это количеством зубьев на кардане на велосипеде и задними скоростями но тоже что-то не складывается поэтому давай колес как классно и интересно на самом деле мы решили оттолкнуться от мирового рекорда на десятку который стоит уже более почти 15 лет стоит установил кинониса бикеле его вот и теперь самое главное да то есть мы анонсировали прямой эфир с тобой и соответственно собирали вопросы у нас набралось на сегодняшний день вот более 18 18 вопросов еще и но у нас есть запасные если вдруг если вдруг так получится что ты будешь отвечать очень хорошо и быстро будет включен таймер который начнется как раз таки с 26 минут и 17 секунд я буду тебя информировать о том сколько времени прошло а теперь самое интересное вот сейчас у нас прямом эфире почти почти 50 человек и самое главное в ответы на вопросы которые я буду задавать которые задавали тебе зрители будут оценивать сами люди соответственно если набирается если набирается три лайка во время твоего ответа на вопрос ну то есть вот и либо это верх поднятый палец либо это там галочка либо плюсик мы значит понимаем что твой ответ удовлетворяет наших зрителей и мы можем переходить к следующему вопросу если лучше с генопалмом если же нет соответственно тебе нужно будет раскрыть этот вопрос как-то наводящими рассказами и так далее до тех пор пока он не понравится зрителям и так хорошо да я предлагаю попробовать на самом деле достаточно интересный формат и сейчас я устанавливаю таймер чтобы было люди спрашивают а можно ли задавать вопросы в этом чате можно задавать вопросы в этом чате они будут заданы ну скажем так после того как мы зададим все вопросы которые заготовлены которые зрители заранее прислали вот поэтому первую очередь присылайте вопросы заранее и они будут сейчас одну секунду я сразу подготовлю таймер чтобы у нас был чтобы мы могли знать сколько у нас времени остается устанавливаю как и говорил 20 26 минут 17 секунд 26 минут 17 секунд сейчас 26 пока привет всем кто к нам присоединился и так ну что три два один поехали и так погнали все погнали да 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 валок первый вопрос как используешь время на пробежке музыка аудиокниги и так далее я слушаю природу честно я давно не брал с собой музыку потому что мне кажется вот столько всего хватает на работе и огромный поток входящей информации поэтому во время пробежки я хочу расслабиться подумать посмотреть что в округе и послушать просто природу замечательный ответ на вопрос но пока мы видим только один-два лайка тебе нужно рассказывать еще что еще ну вот такие как это свобода за 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 считано окей второй вопрос что самое дорогое вы покупали для занятий спортом а что из приобретения оказалось самым бесполезным но самое дорогое конечно же это велосипед для триатлона и я помню что однажды побывав на чемпионате мира на гавайях в одиннадцатом году я увидел на выставке два совершенно потрясающих велика это все были с воркс специалист венш шоссейный и шиф тайм-триал я сказал что я хочу себе на новый год подарить сразу два велосипеда поэтому я заказал их сша не их на новый год привезли и это была самая дорогая не скромная покупка которую я понимаю что до сих пор наверно я бы никогда в жизни не потратил столько денег на велике но мне повезло потом я когда откатал сезон я эти велосипеды продал ровно за ту же самую стоимость поэтому я радовался вот этой инвестиции и value for money которые были собственно сделаны а самое бесполезное честно наверное даже не знаю ну может быть не знаю шестой шлем велосипедный для красоты я сейчас четко понимаю что наверное вообще все это лишнее 25 пара кроссовок и какое-то количество шлемов ботинок все достаточно одного все равно задница будет болеть будет тяжело ехать будет тяжело бежать отлично так у нас пока один лайк второй понравился ли вам отвес владимира вижу-вижу давайте лайки если давайте все отлично есть третье мы переходим к третьему к третьему вопросу не поменялись ли планы на 30-кратный аэронмен как будете готовиться планы пока не поменялись но я понимаю что вот этот карантин который наступил для нас всех неожиданно он во-первых может изменить планы организаторов мой старт запланирован 29 октября в новом орлеане в сша и еще буквально три недели назад я писал организаторам сша я говорю ребят как у вас ингрид у нас вообще все спокойно это типа молодых людей не касается но я понимаю что за три недели ситуация у них изменилась и мы не знаем про последствия мне кажется что конечно с точки зрения организаторов я бы перенес этот старт потому что люди не смогут подготовиться к столь длинным дистанциям помните там 13 ультра дистанций 13 и самое из них это вот самое главное 30-кратный рНН я понимаю что просто ну часть подготовительного режима оно уже прошло там я на самоизоляции нахожусь уже 15 день с 18 марта и мне очень мало удается делать из запланированных объемов это все-таки нас отбрасывает назад так ну тут есть как будете готов как будете готовиться ну как ты думаешь это как-то изменится я просто наводящий вопрос да мы все-таки должны понимать что 30-кратный рНН это все-таки мы не прогулка по лесу это очень серьезная нагрузка на организм я просто скажу что предварительно вот сейчас в расчетах которые мы сделали с медиками это минус примерно 360 тысяч калорий за испытание вот там подготовиться очень сложно но и вот такие форс-мажорные ситуации они конечно же отбрасывают назад и я думаю ну давай так трезвую нужно после каждого мероприятия все супер в твоих интересах тебя останавливаю чтобы тебе успеть ответить на большее количество вопросов давайте друзья не жалейте лайки просто жмите постоянно на лайки это это читерство итак четвертый вопрос перспективы у спорта после карантина увеличится или уменьшится количество участников на стартах уменьшится мое предположение что все-таки процентов от 30 до 50 участников будет меньше потому что страх он никуда не уйдет и появляться где-то в местах массового скопления людей люди банально наверное не будут все-таки мы до конца не знаем как это как эта эпидемия пройдет какие будут последствия кого она на самом деле затронет поэтому да можно предположить что мы откатимся назад и весь 2021 год будет посвящен тому чтобы вернуться хотя бы в какое-то нормальное состояние увидеть наших счастливых участников уверенных в том что они находятся в безопасной обстановке и доверяют окружающим ставьте лайки постоянно да я вот смотрю вот сейчас как раз после ага еще один лайк нам остался для того чтобы перейти к следующему а вот это разве не считается это считается это считается да ну и безусловно видите там винсент пишет что действительно финансов будет меньше у людей доходов нет вот для того чтобы участвовать в соревнованиях нужно чувствовать себя хорошо и уверенно наверное все таки люди заниматься восстановлением финансов хорошо переходим к пятому вопросу могу сказать что осталось 20 минут и 30 секунд идем очень хорошо добрый день как лучше бежать 10 километров при росте 170 сантиметров короткими длинными шагами слушай я да я предполагал что будут вопросы в том числе такого плана я хочу сказать что бег это падение и длина этого шага вашего она будет зависеть от угла падения собственно человека с ростом 170 сантиметров я не знаю с каким шагом нужно бежать 10 километров я бегу очень экономично там наверное будет еще какие-нибудь вопросы с мыска или с пятки со ступни так чтобы не травмировать и как можно больше вот амортизировать собственно этот шаг но посмотрите на короткие дистанции люди больше бегут например да на перемещая центр тяжести вперед а на марафонских дистанциях мы даже не видим этого угла падения поэтому честно такой вопрос он очень специфичный я бы взял тренера на самом деле вот и просто с тренером и посмотрел отснял бы на видео технику бега сделал бы какие-то корректировки а потом бы вывел свое у нас у всех своя техника бега я кстати узнаю всегда когда вадим бежит где-то издалека все это вадим точно так же и мне говорят о это вот волошин там топчется ну че лайки собрали на самом деле да вопрос интересный но ребят и зрители если вам понравился ответ владимира ставьте лайки просто жмите лайки постоянно следующему есть один ваня отлично спасибо большое есть володя спасибо большое еще еще один лайк ну да если мы переходим к следующему хорошо шестой вопрос как улучшить свои беговые показатели сидя дома на карантине читайте в моей следующей книге она будет называться никак сидя дома на карантине улучшить беговые качества невозможно но если серьезно если действительно есть вот эта необходимость потребность можно заказать беговую дорожку домой и начать просто бегать на дорожке сейчас такие компактные дорожки стоят от 20 до 25 тысяч рублей это конечно серьезная инвестиция в сегодняшний день но если кому-то уж прям вообще не втерпешь и зубы сводит надо бегать то конечно возьмите но сидя не получится так ну предыдущие лайки были к предыдущему вопросу давай смайлики засчитывать нет плачущего нет вот один есть один лайк антон спасибо я уточню да вот так как же стабилизационные упражнения ну господи со своим весом с детьми с женой можно любые стабилизационные упражнения делать но техника бега вот если у вас ее нет вы не побегали неделю вышли на тренировку пробежали десятку или пятерку вернулись у вас все болит если вы делаете это регулярно там растяжку бег уфп и так далее у вас постепенно тело просто прибыль у тебя есть три лайка ты съедаешь свое время я за тебя поэтому идем дальше седьмой вопрос ваша цель на 2020 год и в бизнесе и в спорте про спорт ты более-менее немножко рассказал но можешь развернуто может про бизнес здесь ну давай я повторюсь значит в спорте это 30-кратный аронмен пока который не отменен и не перенесен а в бизнесе я прям меня мне кажется заводит я чем-нибудь новенькое создам у меня вот эта кризисная ситуация вот эта медицинского кризиса она подстегивает создать что-то новое поэтому в бизнесе давай я поставлю цель это в этом году сделать еще один новый проект в сфере спорта и здоровья или сопряженный вместе с ним ставьте лайки есть есть один есть супер целая пачка лайков целая пачка да 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 слушай ну когда про бизнес оно конечно интересно и вот как раз таки есть третий третий лайк мы переходим к восьмому вопросу очень интересный на мой взгляд вопрос изменится ли аронмен и в какую сторону после выкупа компании advance конечно изменится но advance это же в принципе большой издательский дом ему принадлежит например вог ну девушки точно знают такой журнал да смотри когда мы много лет назад познакомились с айронменом я задал в общении вопрос я спросил ребята в каком бизнесе вы находитесь и они сказали что они находятся в бизнесе медиа что это означает что сейчас став еще и частью медиа империи скорее всего бизнес айронмена станет еще больше медиа они будут инвестировать в фото и видео контент в прямые эфиры все что связано с околоспортивной жизнью их же участников и звезд про атлетов поэтому я считаю что их в принципе стоимость должна вырасти за счет во первых узнаваемости бренда и за счет стоимости медиа ценности которую создат новый партнер новый партнер его как раз ключевая ценность это выращивать узнаваемость бренда ставьте лайки ставьте лайки да ждем ждем все что с этого момента как раз к этому вопросу относится Володь ну можешь еще немножко рассказать может про свой опыт айронмена вообще как бизнеса я имею ввиду какие-то интересные вещи потому что я думаю что знаешь если спорт как бизнес рассматривать у айронмена то все-таки еще раз вот это это мечта это больше эмоциональный бренд нежели чем просто триатлон многие люди посвящают огромное количество времени своего личного инвестиции в спортивную экипировку они становятся частью всего этого сообщества и мне нравится то что они делают сейчас честно они перевернули весь свой аэронмен фаундейшн на помощь пострадавшим людям от коронавируса они крутые понимаешь они сейчас превращаются не только из медиа продукта которые реализуют мечту людей но они еще превращаются в социально значимый проект и когда все встанет снова нормально на свои рейсы я уверен что они обретут гораздо больше людей поклонников чем было до этого айронмена есть 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 у нас три лайка так идем дальше вопрос девятый необходимо ли проходить комплексное обследование спортсменам любителям и как часто я считаю что с этого вообще надо начинать сразу ставьте лайки потому что не нужно лезть в как говорится с места в карьер если вы не знаете возможности своего организма я всем кто нас слушает рекомендую ребята если вдруг вы уже бегаете или собираетесь там не знаю быть подверженным влиянию вадима и его тусовки и пробежать какой-нибудь из забегов в татарстане про сначала пройдите медицинский контроль а именно сердце кровь легкие нужно все проверить дальше сделайте функциональное тестирование это занимает ну может быть там два два с половиной часа определяется пульсовые зоны определяется панно определяется режим восстановления определяется лакта после этого вам дается огромный объем информации с которым вы можете прийти к своему тренеру и заодно еще проверить кстати тренера на знание всех этих показателей если он не сможет ответить и прочитать эти цифры я вам рекомендую поменять тренера и взять того который разбирается в биометрических параметрах своего подопечного и третий тест обязательно нужно сделать это пройти узи кровеносной системы прямо от пяток до шейного отдела это позволит вам узнать если у вас например там тромбы или бляшки в шее почему потому что мы же приходим в этот спорт с дивана и важно что там меняя один образ жизни на другой и подверг мы подвергаем его опасности потому что на диване вообще все в кайф а здесь нужно белить уже рассказал прям этот или там не три лайка 30 наверно поставили спасибо большое а какое у вас панно и засчитаю тебе еще один ответ но слушай сейчас вот честно не знаю какое на последнем то есть два тестирования я делаю каждые шесть месяцев в режиме активной подготовки каждые три месяца ну и в принципе это может быть где-то в районе там 165 167 ну примерно так у меня очень большая третья пульсовая зона хорошо итак у нас осталось 12 минут и 33 секунды мы брали эти лайки постоянно 10 вопросов одиннадцатый вопрос опять же про любителей твое мнение нужно ли любителям перед стартом пить гели и изотоник перестал ой я считаю что вообще перед длительными стартами желательно заправить свой организм как если бы вы собрались в длинную дорогу на автомобиле вы же на пустом баке не поедете соответственно это очень важно немножко даже отойти назад и за день за два за три до старта начинать уже заправлять свой организм там углеводами и правильно там неравы и так далее перед стартом лично я я буду говорить только то что сам я делаю я например перед полумарафоном или марафоном выпиваю 0 5 бутылку киселя знаете почему там есть крахмал он удерживает стенки желудка и этого вполне достаточно чтобы протянуть там первые 5-7 километров и только потом запитаться первым гелем и обязательно да то есть но по дистанции всегда гель всегда жидкость почему потому что любое беговое испытание это в первую очередь удар по организму и обезвоживание именно от обезвоживания начинаются все остальные проблемы пустую воду пить нет никакого смысла поэтому во время испытаний или тренировок я рекомендую пить изотоники с насыщенными минералами водой все так у нас есть один лайк если вам понравился ответ владимира второй лайк и давайте хотя бы за кисель отлично за кисель да интересный следующий вопрос такой влияет ли обувь на скорость бега думаю что да если выйти в резиновых сапогах на казанский марафон далеко наверно не убежите желательно это сделать в кроссовках если вопрос был про обувь а вот влияет ли кроссовки например на преодоление дистанции я тоже считаю что да потому что я например толстый мне нужна хорошая амортизация у меня там свой стиль бега мне нужна соответственная подошва вот я выбираю разные кроссовки и моя ступня очень чистой вернее так откликается на любое вот изменение с точки зрения подошвы поэтому да я пробегу быстрее комфортнее только в том случае если на мне правильные кроссовки в резиновых сапогах все-таки можно пробежать но те кто служил и бегал в кирзачах наверное не захотят повторить этот опыт ставьте лайки как раз как раз поставили прям вот только что поставили еще один лайк идем дальше тринадцатый вопрос можно ли существенно улучшить беговые показатели за один год за один год да можно конечно если вы поставить давайте так если разберетесь со временем оно будет позволять вам не в еще работе семье не каким-то личным интересом одному натренироваться очень тяжело вместе с тренером можно и собственно тренер должен знать вашу цель тренер должен разобраться с техникой в текущем моменте и поставить ее в правильном руслом поэтому я считаю что за триста шестьдесят пять дней можно очень хорошо подготовиться и улучшить технику бега ставьте лайки ставьте лайки если ответ понравился если нет будем пытать владимира дальше ну пока пока только давайте не жадничайте вот я вижу пошел второй третий отлично двигаемся дальше есть двигаемся дальше антон привет как 14 вопрос как найти мотивацию не только в спорте но и в личностном развитии мотивация бывает внутренне и бывает внешне внутренне это когда в принципе мне никто не нужен рядом я самодостаточный меня разрывает достаточно много энергии я тренируюсь самостоятельно мне все в порядке а вот если этого нет но посмотрите тогда на окружающих очень хорошо работают книги фильмы общение с людьми я вот действительно рекомендую если нет внутренне какого-то для личностного роста это посмотреть на используя истории успеха и поражений других людей это очень круто заряжает и самое главное это должно быть настоящей биографии поэтому людям рекомендую для личного развития это либо сменить информационные источники либо сменить друзей найти новых которые будут вас заряжать положительной энергией и мотивировать на подвиги ставьте лайки так еще один комментарий с поднятым вверх пальцем и двигаемся к следующему вопросу вопрос 15 может ли вот как раз таки в тему может ли заменить беговая дорожка бег на улице нет не может в зимний период например раньше я очень много использовал беговую дорожку это наш техника меняется ты на ней прыгаешь как козел все время то вверх то вниз по сути тебе надо просто подставлять ноги под той лентой которая проносится под ногами и когда ты выходишь на улицу например ты всю зиму бегал на беговой дорожке ты бежишь как козел просто прыгаешь а не бежишь поэтому нет беговая дорожка не заменит никогда улицу или пересеченную местность но это хороший выход когда например на улице дождь слякоть снег ну и кому кому-то просто не хочется бегать по всей этой ерунде а в зале тихо хорошо комфортно на соседних дорожках бегают девушки или юноши кому чего нравится это всегда знаешь используя можно перевернуть есть есть у нас хорошие лайки идем дальше 16 вопрос но опять же про технику бег с пятки или носка в чем отличие что эффективнее и меня и менее влияет на нагрузку колен о господи слушай но с носка или с пятки я видел людей которые бегают вообще со странной техникой и ну видимо никто им никогда не ставил давай так у спринтеров и у стайеров техника отличается бега конечно конечно отличается вот все зависит от того кто вы спринтер или старта если вам нужен стайер если вы бежите например длинную дистанцию но наверное нужно выбирать какой-то очень экономичный ход бега и постановку ноги если вы бежите все время на носках а ваша икроножная мышца такой же толщиной как и вашего голеностоп вы далеко не убежите вас просто все закислится поэтому нужно понимать что бег с носка или с пятки очень сильно отражается на ощущениях в мышцах да поэтому не знаю мне кажется я бы взял человека просто посмотрел как он бежит и потом бы поправил эту технику лично я бегу на полной ступни и мне это нравится мне это вот прям доставляет огромное удовольствие ставьте лайки так даша привет на марафонах чего только не насмотришься с любой технику даша привет давайте еще два лайка нам надо чтобы перейти к следующему вопросу даша жми лайк быстрее есть 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 идем дальше круто полетела 17 вопрос у нас осталось 5 минут и 50 секунд 17 вопрос совместимы ли бег и травма спины нет я считаю что никакие травмы не могут быть совместимы с бегом бег это ударная нагрузка если у вас есть травмы голеностопа травмы колена травмы поясничного ну там отделения если с позвоночником что-то нет ребят честно спорт любительский он не для того чтобы угробить себя спорт любительский он для того чтобы укрепить себя поэтому я бы решил наверное сначала проблему со спиной это очень хорошо могут помочь тренера по пилатусу укрепить внутренние мышцы сделать их более сильными укрепить свой корт и только потом начать бегать не надо можно только усугубить поэтому если вы за здоровье ставьте лайки если вы против здоровья ничего не ставьте так ждем ждем пока на этот вопрос не пришло есть один лечить потом бегать все верно давай погнали сейчас будет третье спасибо так 18 вопрос как накачать икроножные мышцы о это вопрос ко мне у меня икроножные мышцы равно по такого же размера как и бедро честно не знаю но скорее всего это произошло из-за того что у меня было очень много велика и очень много бега и когда например к массажисту там первый раз пришел он говорит ты чё в футбол играешь я говорю почему он говорит слушает такие икроножные мышцы обычно бывают у футболистов они такие большие большого размера и прям как бетон с ними очень тяжело работать поэтому да есть масса упражнений кстати на то чтобы раскачать икроножную мышцу и здесь я думаю что не получится если у вас в принципе мышечной массы недостаточно ее можно в том числе восполнить за счет питания это может быть протеины и так далее но честно мне кажется все должно быть в балансе и у мужиков очень красивые ноги и вот я замечаю что в некоторых видах спорта например вообще очень красивое тело это легкая атлетика и например беговые лыжи ну или биатлон почему потому что работает абсолютно вся группа мышц и вот ты думаешь как вот все таки хорошо красиво сложены гармонично спортсмены и вот не стремитесь иметь супер большие ноги лучше имейте сильные ноги ставьте лайки да и еще один лайк нам и мы сейчас переходим ну ну же ну же давай давай есть волейбол артур какой волейбол бег по квартире есть даже девятнадцатый вопрос уже девятнадцатый балл на кону киберспорт это спорт да это спорт более того я тебе скажу что у киберспортсменов есть сборы у киберспортсменов есть подготовка офп и у киберспортсменов есть спортивная диета это вот ошибочно думать что там какие-то задроты которые играют в компьютерные игры а это не так если вы посмотрите таблицы заработных плат и премий которые получают спортсмены в киберспорте вы сразу подумайте что вы занимаетесь как раз фигней а вот они зарабатывают нормальные деньги киберспорт это спорт ты сейчас мне кажется дизлайки заработаешь я отвечаю за эти слова я уверен что в этой аудитории огромное количество людей увлечены мобильным киберспортом если лайки ставьте так окей покер да это спорт ну так как шахматы давайте еще два следующий когда следующий марафон двадцатый вопрос это уже переходим из вопросов из эфира ну вообще следующий марафон был по плану 3 мая ты сам знаешь где да с высокой долей вероятности наверное он будет перенесен или уже перенесен поэтому честно я считаю что я выйду на первый марафон когда это будет ты знаешь соответствует действительно ну соответствует реальности я не считаю себя каким-то упоротым бегуном который ради безопасности окружающих будет показывать пример о том что несмотря ни на что давайте искать лазейки и бегать и там бежать марафон но если все в течение лета будет отменено то я надеюсь не знаю что хотя бы там московский марафон двадцатого сентября состоится если и он будет отменен я ко всему с пониманием отнесусь почему потому что горы стояли и будут стоять а жизнь она гораздо важнее поэтому если для вас важна жизнь ставьте лайки слушай ты да во время ответа уже людям так понравилось что они наставили лайки поэтому 21 вопрос как сейчас не теряете беговую форму нет я сейчас теряю беговую форму но невозможно у меня был раньше дневной объем это ну там 13-14 километров утром в серебряном буро по острову и в конце рабочего дня это было там 50-70 километров вело или там до 5 километров плавания вот где собственно я растерял форму по плаванию у меня нет возможности там крутить педали в том объеме в котором мне нужно у меня увеличилось огромное количество работы как собственно и всех людей которые в этом эфире и бегать мне приходится сейчас чуть меньше когда все нормализуется тогда я смогу выйти на нормальную пробежку и постепенно начну наращивать эти объемы поэтому друзья берегите себя не самое главное сейчас не про спорт думать а про жизнь это вот гораздо важно если вы за жизнь ставьте лайки еще два лайка и переходим к следующему вопросу давайте 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 лайки и осталось 10 секунд ребята 10 секунд и ты наверно слышишь как звучит таймер то есть ты не хочешь мне задать вопрос у меня было несколько секунд ну на самом деле это практически все мы исчерпали там осталось буквально два вопроса но я хочу тебя поздравить 21 вопрос на 21 вопрос ты ответил 21 балл ты стал первым кто прошел это испытание и за время того как кенниса бекели пробежал 10 тысяч метров самые быстрые в истории ты ответил на 21 вопрос я пробежал знаешь что сегодня 21 полумарафон 21 вопрос 21 вопрос точно отлично слушай это очень классно спасибо тебе большое за этот прямой эфир всем остальным я хотел бы сказать что мы будем продолжать этот формат и сейчас я бы хотел проанонсировать что уже после завтра в воскресенье в 18.00 по московскому времени нашим гостем станет Искандер Ядгаров который точно так же ответит за 26 минут и 17 секунд посмотрим на сколько вопросов сможет ли он ответить на больше сможет ли он сделать полумарафон вопросов да сможет ли он сделать полумарафон вопросов и как всегда оценивать его ответы будете вы поэтому мы сегодня уже проанонсируем его участие в нашем эфире пишите вопросы и оценивайте его их также в реальном времени волос спасибо тебе дружище счастлива да это было круто мне кажется поддерживать хорошо себя в это время вот именно такими эфирами когда есть юмор и классные вопросы и супер аудитории я всех люблю вы молодцы все пока пока спасибо всем пока 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 пока